Так как я отвечаю за экономический блок, я сегодня хочу поговорить об устойчивом экономическом росте нашей страны. К экономическому росту нашей страны мы должны подойти комплексно, так как все эти вопросы взаимодействуют с социальной, культурной и демографической сферами нашей жизнедеятельности. Наша страна зависит от импорта практически всех видов сырьевых ресурсов, поэтому самый ценный капитал нашей страны – это человеческий капитал. Государство должно гарантировать своим гражданам качественные услуги с самого рождения, на протяжении всей жизни и при выходе на пенсию. Этого можно достичь только если провести эффективную реформу в сфере медицины, образования, социальных гарантий, включая пенсионную систему. Необходимо внедрить стимулирующие меры, способные повысить экономическую активность бизнеса, пострадавшего от удара, нанесенного в пандемии COVID-19. Много лет работая в сфере бизнеса, являясь аудитором, финансовым консультантом в различных проектах, неоднократно сталкивалась с проблемой многократно меняющихся правил игры в сфере налогообложения, что нарушает базовый принцип ведения бизнеса – предсказуемости государственной политики в сфере налогообложения. Из-за невозможности планировать свою деятельность, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, бизнес становится заложником нетранспарентных, неадаптируемых своевременно принципов применения на практике тех или иных законодательных норм, что в то же самое время ухудшает инвестиционный климат Республики Молдова. Считаю, что современный налоговый кодекс Республики Молдова должен включать в себя абсолютно все налоги и отчисления, которые взымает государство, в том числе взносы социального и медицинского страхования. Более того, предлагаю разработать и внедрить в систему законодательных актов кодекс применения налоговых процедур, который позволит исключить все возможные законодательные акты в виде постановления правительства, всевозможных инструкций, регламентов и положений, разработанных различными министерствами и ведомствами. Если предлагается изменить какую-либо налоговую норму, либо внедрить новые положения, в течение максимума 14 дней от утверждения новшества одновременно необходимо внести изменения в кодекс применения налоговых процедур. В то же самое время бизнесу нужно дать период для адаптации к новым нормам не менее 6 месяцев. Чтобы стимулировать развитие малого бизнеса, команда Рената Усатова предлагает повысить до 3 миллионов леев порог обязательной регистрации предприятий плательщикам НДС. Государство должно стимулировать возможность населения обеспечить себя рабочими местами, поэтому не должно дискриминировать предприятия, у которых единственный учредитель в праве этого учредителя на труд собственной компании и на социальные гарантии в сфере медицинского и социального страхования. Для тех малых предприятий, которые открывают 2 и более рабочих мест, предлагаем снизить налог на операционную деятельность до 1% при условии сохранения данных рабочих мест на протяжении не менее 12 месяцев подряд. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность для инвесторов и стимулировать экономическое развитие, предлагаем ввести систему налогового кредита в форме налогового вычета по налогу на прибыль предприятий при инвестировании полученной прибыли и при капиталовложениях в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, термин, о котором Молдова сегодня практически забыла. При инвестициях в высокотехнологичное оборудование предлагаем ввести такую налоговую льготу, как ускоренный метод амортизации. Один из методов борьбы с заработной платой в конвертах – это внедрение прозрачной пенсионной системы в Республике Молдова. Для этого предлагаем, чтобы каждый гражданин, владеющий персональной электронной подписи, имел право доступа в свой личный кабинет налогоплательщика, где бы мог он сам наглядно получить информацию обо всех начисленных по нему страховых взносов каждым работодателям, на основании которых он может проверить в интерактивном режиме свою начисленную пенсию при наступлении им пенсионного возраста. Государство должно быть партнером своих граждан, необходимой дальше внедрять систему электронного правительства с полным переходом на электронные госуслуги, как для юридических лиц, начиная с момента регистрации предприятия, внесения необходимых изменений в устав, получения различных сертификатов и справок, так и для физических лиц в сфере услуг, предоставляемых агентством государственных услуг населению, включая ЗАГСы и прочие ведомства, возможно, за исключением секций паспортов и прочих удостоверяющих личность документов. Наряду со всеми стимулирующими экономику действиями, государство должно давать своим гражданам возможность контролировать расходы государственных средств, в связи с чем мы предлагаем и способны провести анализ и пересмотреть органеграмму правительства, министерства со всеми подведомственными учреждениями, органов Центрального публичного управления, ужесточить контроль над тем, как государственные институты расходуют бюджетные средства, пересмотрев и внедрив более эффективные формы контроля, провести анализ формирования бюджетов агентств и ведомств, находящихся на самообеспечении, чтобы левитировать расходы и изучить возможность отчислять полученные доходы на поддержание государственных бюджетов, оценить эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ и предприятий с другой организационной формой, с долей в уставном капитале государства не менее 25% для изыскания дополнительных средств в государственный бюджет. Команда Рената Усатова в составе блока знает, как привести Молдову к просветанию. Спасибо.